Здравствуйте! Пришло время русского мира. О самых интересных событиях недели расскажу вам я, Любовь Курьянова, и мои коллеги, репортеры программы. В этом выпуске. Новый фильм об Андрее Тарковском вышел в общероссийский прокат. Московский международный салон образования стал центром притяжения в сфере профориентации школьников. Неделя детской книги отметила свое 80-летие. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Москве состоялась общероссийская премьера документально-художественного фильма, посвященного 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского. О чем повествует кинолента и почему именно ее, народный артист России Николай Бурляев, называет главным фильмом своей жизни? Расскажем далее. Накануне в киноцентре КАРО «Октябрь» на Новом Арбате премьера фильма «Боже, чувствую, приближение твое» собрала сотни почитателей таланта Андрея Тарковского. Еще при жизни он стал легендой. Его неповторимым стилем восхищались классики мирового кинематографа Микеланджело Антониони, Ингмар Бергман, Федерико Феллини и многие другие. И несмотря на то, что об Андрея Тарковском создано множество документальных фильмов, картина Николая Бурляева выбивается из их списка. Она похожа на молитву Андрея Тарковского, обращенную к создателю. Этот фильм – исповедь, вдумчивый рассказ о самом себе. Чтобы кинолента получилась такой, какая она есть, Николаю Бурляеву потребовалось 62 года. Именно с тех пор этот фильм начал прорастать. И через мои дневниковые записи я записывал все наши общения с Тарковским, через его дневники. И потом все это я собрал в фильм и смог это сделать. Редкие интервью, кадры из культовых лент и уникальные записи, которые Николай Бурляев нашел в дневнике Тарковского, стали основой документального кино. В него вошли и записи самого Николая Бурляева, сыгравшего главные роли в фильмах «Иваново детство» и Андрея Рублев. «Боже, чувствую приближение Твое», повествует о духовной и религиозной сути творчества великого мастера, служившего исполнению промысла Божьего на земле и потому вставшего в один ряд с пророками русской культуры. Естественно, я не мог не приехать на родину Тарковского, где он родился, где он крестился, в самом младенчестве, где он прожил годы, военные годы, где закладывалось все в него, то, что потом он отразил в Ивановом детстве. Он там, на Волге, на берегах Волги. И вот когда я туда приехал, у меня было ощущение, боже мой, так вот где рождаются гении. Эта документальная работа – попытка понять, что сформировала уникальный кинематографический язык Андрея Тарковского. И одновременно размышления о внутреннем мире человека, который пытается разобраться в подводных течениях своей души и прийти к вере. В основном авторская концепция, естественно, Николая Петровича, его размышления, его личные воспоминания. Моя задача была найти пластический киноязык этому. Надо было найти образное решение. Вот эта тема, что его родина, где он родился дома, ушла под воду во время затопления, когда строили Горьковское водохранилище. И нам надо было найти какое-то такое образное решение «Родина под водой». Мы даже для этого использовали подводные съемки и компьютерную графику. Наверное, вот это было самое сложное. Андрей Тарковский создал поразительное по силе воздействия на зрителя мир. Его фильмы, словно зашифрованные послания, разгадывать которые можно бесконечно. Сегодня кинолента «Боже, чувствую приближение твое», помогает задуматься о вечном. И словно в зеркало вглядеться в фильмы великого кинорежиссера. Евгения Фахурдинова, Равид Гор, специально для телеканала «Русский мир». Десятый юбилейный Московский международный салон образования объединил специалистов в области педагогики. Они представили гостям новые идеи и сервисы в области образования. Какие именно, узнаем в следующем материале. В 57-м павильоне ВДНХ состоялась самая масштабная в стране выставка образовательной инфраструктуры. Особая роль мероприятия – это открытая площадка для диалога власти, социально ориентированного бизнеса, педагогов и родителей. Выставочное пространство посетил и министр просвещения России Сергей Кравцов. Он объявил, что в сентябре этого года запланирован выпуск нового учебника истории для старших классов. Одной из ключевых тем на Московском международном салоне образования 2023 стало возрождение создания профессиональной литературы для педагогов. В год педагога-наставника нам особенно важно поддерживать диалог со специалистами дошкольных учреждений. Издательство «Творческий центр сферы» выпускает профессиональные журналы, которые призваны помочь педагогам организовать интересные и познавательные занятия. Это журнал «Логопед», это журнал «Управление», это журнал «Инструктор по физкультуре». Кроме того, мы делаем особенный акцент на развитии патриотического воспитания. Мы выпускаем серию «Россия – Родина моя», «Великая победа», что особенно важно в преддверии 9 мая». Участниками салона стали более 200 ведущих образовательных организаций всех уровней, а также руководители министерств и ведомств. Они продемонстрировали и обсудили ключевые тренды, идеи, практики и актуальные решения. Мы оснащаем школы, детские сады, вузы, колледжи для того, чтобы развивать инженерные компетенции у современной молодежи, у наших детей, которые, собственно, обеспечат нам светлое будущее. Все начинается с банальных конструкторов, благодаря которым развивается мелкая моторика в начальной школе. Затем мы обучаем их электронике, для того, чтобы они понимали, как что действует. Соединяем одно с другим, учим программировать от мала до велика, от простых языков до сложных, на которых сейчас написаны многие приложения и программы для коммерческих структур. Слушать гимн России и любоваться флагом школьники теперь могут, не покидая стен учебных заведений. Интерактивный Кремль донского происхождения уже украшает патриотические уголки школ по всей стране. Производит их в Новочеркасске на фабрике интерактива. В Российской Федерации с 1 сентября введен указ о еженедельной церемонии торжественного поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Ну, как мы знаем, у нас страна большая, у нас разные погодные условия, у нас разные ограничения для детей. Не всегда выйдешь на улицу, собственно, чтобы исполнить эту церемонию. Поэтому мы разработали тренажер, который работает и исполняет все те функции, которые должны исполняться при церемониях подобных для помещений. Так как оборудование у нас предполагает большое скопление народу, мы встроили в комплекс рециркулятор, который все это время обеззараживает воздух. Средняя полка у нас служит для хранения дидактических материалов. Здесь встроены микрофоны, радиомикрофоны, микрофоны с петличками, а также веб-камера для проведения каких-то видеоконференций. Участие в деловой программе приняли свыше 10 тысяч экспертов, включая специалистов и управленцев в сфере образования из более 20 зарубежных стран. Развитие отечественной продукции продолжается как в рамках уникальных российских разработок, так и в рамках программ импортозамещения. В этом году экспертные сессии дали толчок сразу нескольким законодательным инициативам, реализацию которых можно ожидать уже в самое ближайшее время. Неделя детской книги – одно из самых значимых событий в отечественной литературе для юных читателей отметила свое 80-летие. Спектакли, мастер-классы, театрализованные чтения везде побывала наша съемочная группа. Своими впечатлениями коллеги делятся в следующем сюжете. Своё 80-летие отпраздновала неделя детской книги в Российской государственной детской библиотеке. Её руководителем выступил поэт и прозаик Андрей Усачёв, имя которого известно каждому ребенку страны. По-настоящему всероссийским это юбилейное событие сделала выездная программа, которая прошла в Твери, Новосибирске, Ставрополе, Анапе и других городах России. Одним из гостей программы стал известный актер Андрей Гайдулян. Он принял участие в проекте детской библиотеке под названием «Диафильмы онлайн. Читайте с нами» и прочел произведение Григория Остера «Как хорошо иметь друзей». Мартышка ела банан и думала «Как хорошо иметь друзей! Ты что-нибудь кому-нибудь подаришь? Тебе кто-нибудь что-нибудь подарит? Красота!» Как-то раз слоненок, удав, мартышка и попугай отправились на берег Африки купаться. А пока они купались, с Африкой случился ремонт. Андрей ответил на вопросы маленьких посетителей недели детской книги и поддержал их поэтические выступления. Пока в одном зале дети смотрят диафильмы и читают стихи, в другом создают аппликацию бурундук из цветного картона и крафта, после чего добавляют интересные детали и с помощью фломастеров изображают глаза и улыбку. Сегодня на неделе детской книги мы провели занятие для детей, которое разделялось на несколько этапов. Сначала мы прочитали с ними сказку. Это Нивская сказка про бурундука, о том, как у бурундука появились полоски на теле. После сказки мы с коллегой провели лекцию про бурундука, рассказали, что это за зверек, где он живет, какие его особенности. Показали детям фотографии, рассказали его местообитание. Также в рамках недели детской книги в стенах библиотеки прошла традиционная книжная ярмарка. Вниманию посетителей была представлена ретро-выставка недели детской книги с редкими архивными кадрами. Равитгор. Специально для телеканала «Русский мир». 25-й московский фестиваль «Рахманиновские дни», посвященный 150-летию со дня рождения великого композитора, напомнил о наследии Сергея Рахманинова, украшающего золотой фонд мирового концертного репертуара. Подробнее далее. В доме Рахманинова настоящая весна. Накануне Московское Рахманиновское общество по традиции подарило зрителям музыкальную программу на целую неделю. Слушатели насладились классикой в исполнении известных музыкантов и творческих коллективов, а также выступлениями юных и дарований. Мы учредили этот фестиваль 25 лет тому назад. Каждый год мы проводим его всегда в одно и то же время. Рахманинов умер 28 марта и начинаем свой фестиваль 28 марта. Каждый день по день его рождения. А день его рождения – это 2 апреля по новому стилю. Вот с 28 марта по 2 апреля мы проводим свой фестиваль «Рахманинские дни». Фестиваль познакомил гостей с документальным фильмом режиссера Натальи Басмановой под названием «Сергей Васильевич Рахманинов. Божией милостью русский». В нем можно увидеть пейзажи местности, где находилось имение семьи Рахманиновых – Семенова, в котором родился гениальный композитор и то место, где стоял храм в селе Старые Дегтяри. Именно в нем крестили младенцы Сергия. Я живу в Старой Руси, а Старая Руси считается родиной Сергея Васильевича Рахманинова. Он родился под Старой Русой в имении Семенова. И про это мало кто знает, потому что сам Рахманинов не знал, что он родился в Семеново. Когда его спрашивали, где вы родились, он отвечал, я родился в Новгородской губернии, в одном из наших имений. И кажется, это был Онек. Он называл имение Онек под Новгородом, потому что там прошло его детство. И только в 70-е годы XX столетия была найдена церковная книга церкви Косьмы и Демиана, села Старые Дегтяри, где было написано, что Сережу Рахманинова, когда ему было всего 12 дней, крестили в этом кроме. За предшествующие 25 лет фестиваля «Рахманиновские дни» приняли участие народные артисты Советского Союза, РСФСР и Российской Федерации, а также государственные ансамбли, трио, квартеты, квинтеты, солисты филармонии, лауреаты международных конкурсов и камерные хоры, в том числе московский синодальный хор. Многие за эти годы ушли, но им на смену приходят новые таланты – музыканты и вокалисты. Это все жизнь, духа, исконно русского народа. Вот почему творчество Рахманинова никогда не уйдет из наших интересов, потому что огромная часть нашей нации ощущает в себе вот это то, что некоторые искусствоведы называют русскость. Сергей Васильевич Рахманинов стал символом русской музыки во всем мире. Через творчество он пронес высокую духовность, верность и неизбывную любовь к Родине, олицетворением которой стало его искусство. Татьяна Орлова специально для телерадиокомпании «Русский мир». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Берегите себя. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова